Вот такие дома Сталинки находятся в глубине двора. С дороги их не видно. Этим, видимо, и пользуются жильцы. Мало того, что внутри дома антисанитарные условия, во дворе то же самое. Еще и построены какие-то заграждения, захламленные мусором. В былые годы во дворах сооружали вот такие беседки, но если раньше там рос виноград, теперь складируется старая мебель. Дома утопают зелени, но эти деревья и пальмы посажены еще в советское время. А вот клумб с цветами здесь, видимо, давно не было. Есть детская площадка, но она вся усыпана стеклом. Если ребенку схватиться с горки, то прямиком потом можно попасть в больницу. Вокруг дома намусорено, хотя жильцы признаются, что недавно здесь убирались. Но ссорят, говорят, каждый день, а вот убираются редко. Нет здесь дворника, нет договора с управляющей компанией. Как выяснилось, уже в ходе рейда многие собственники сдали свое жилье, а сами живут в других городах. Вот так кому-то прибыль, а городу мусор и хлопоты по уборке. Причем хлопотать об этом готовы далеко не все жильцы, уповая на муниципалитет и не вспоминая, что уборка придомовой территории – их прямая обязанность. Мы неоднократно общались с жителями Гагарина 33 и Гагарина 37, чтобы они выбрали все-таки форму управления, или они сами управляются, или они все-таки выбирают управляющую компанию. Последняя управляющая компания в этих домах была еще Грандстройсервис, это столько лет тому назад. Больше ни с кем никаких перегоров по этим домам не ведется, потому что жители неактивные. Большинству жителей акция общественников пришлась не по душе. На вопрос о мусоре отвечают чаще, и не только здесь, что их все устраивает, мол, вам не нравится, вы убирайте. В руководстве ТОС отметили, что таких неуправляемых домов в районе немного, но организовать жильцов на субботнике по уборке своих придомовых территорий – большая проблема. Люди сдают, куда-то уезжают, это проблема, конечно. Я считаю, что единственное решение – это если в людях не воспитана культура, нужно как-то ее прививать. Это очень тяжело. Вот мы и занимаемся именно этим. Но жить в паутине с разбитыми стеклами и антисанитарными стенами и потолками, видимо, привычнее. В доме хозяйской руки нет. А квартиран там все равно, лишь бы квартплата была небольшая. Сорганизовать таких людей достаточно сложно, но нужно. Потому что именно они, ждивенцы, портят общее впечатление о городе. И здесь все средства хороших, в том числе и установка досок позора, на которые будут вывешиваться фото дворов рекордсменов по количеству хлама. Со всеми вытекающими последствиями, например, в виде штрафов за антисанитарию. Отныне подобные рейды будут проводиться во всех микрорайонах города. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.